МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 марта в 15.49 в пожарно-спасательную службу города Артёма поступило сообщение о том, что на улице Лесозаводская произошло возгорание бензовоза. На место происшествия тут же выехали огнеборцы. На частной территории произошел пожар в результате взрыва бензовоза. По предварительным данным рабочие производили перекачку топлива из емкости в бензовоз. По причине, пока еще не установленный, произошел взрыв бензовода с последующим горением. К месту пожара прибыло три отделения на цистернах, подали пеногенераторы и в кратчайшее время, буквально в течение 10 минут, сбили пламя и потушили бензовоз. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и три единицы техники. Слаженные и оперативные действия брендмейстеров помогли не допустить дальнейшего распространения топлива и огня. В результате взрыва бензовоза пострадали два человека – водитель и сторож бензозаправки. Их состояние оценивают медики. Глава округа Александр Авдеев встретился с работниками сферы коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Поводом для этого стал их профессиональный праздник. Его отмечают в нашей стране в третье воскресенье марта. Накануне по сложившейся в Артеме традиции отличившихся работников данных отраслей чествуют и награждают. Первыми в кабинете главы побывали коммунальщики. Обращаясь к ним, Александр Авдеев отметил, несмотря на большую критику со стороны населения и не только, которая периодически звучит в адрес их работы, нельзя умалять и ежедневную пользу. Когда все хорошо, работу коммунальщиков никто и не оценивает, и не замечает. А когда плохо, тогда начинаются все вот эти высказывания, отрицательные жалобы. Вот этот ОДН, потом еще другие разные направления, они не очень хорошо отразились и привели к негативу. Много еще есть проблем, когда у нас есть дома, которые не приняли решение по управляющим компаниям, не приняли решение по своему управлению. Поэтому это тоже проблемы. Повышение тарифов, недовольство, чаще всего то, что, будем так говорить, с чем всегда сталкивается человек. Это возможность не уборка подъездов, это кровля, это подвалы, это фасадная часть зданий и домов. Но надо тоже понимать, что ту работу, которую сейчас ведут управляющие компании, она длительное время очень долго не велась. И поэтому сразу решить и вложить огромные капиталовложения – это невероятно и невозможно. Но к этому нужно стремиться. Обеспечить дома водой, светом, теплом, прибраться во дворах и парках, очистить дороги от снега – это лишь малая толика ответственной работы, с которой ежедневно справляются сотрудники сферы ЖКХ. Выполнять свои обязанности профессионально и по несколько лет к ряду могут далеко не все. Лучшие получили почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки от главы округа. Среди награжденных был и самый лучший дворник города – Алексей Камбаров. Таким его признали жильцы домов, в которых он работает ежедневно. Ответственностью – лазурь. Я хочу вам сказать одну такую вещь. Мы очень часто, конечно, контактируем с нашими избирателями. И вы знаете, что много того, чего предназначено для вас, мы на себя принимаем в качестве, так сказать, удара. Но, тем не менее, мы всегда вас, конечно же, стараемся защищать. Работаю в сфере жилищно-коммунального хозяйства более 28 лет. Вся сознательная такая трудовая жизнь прошла в сфере ЖКХ. Сожалений нет? Абсолютно нет. Я очень счастливый человек. И хочу, конечно же, воспользоваться моментом, поздравить своих бывших коллег, теперешних коллег с профессиональным праздником. Хоть нас постоянно ругают, больше, наверное, всех профессий, которые существуют на земле, это жилищно-коммунальную сферу. Но без нас, я думаю, что очень тяжело будет жителям. Глава округа Александр Авдеев, отмечая заслуги работников сферы ЖКХ, подчеркнул, грамоты и благодарности, которые они получили сегодня, бесспорно заслуженные, и пожелал им на этом не останавливаться. Чуть позже представители ЖКХ сменили бытовики. На прием к градоначальнику пришли те, кто работают в парикмахерских банях, ателье по пошиву одежды и автомастерских. В Артеме бытовые услуги оказывают 401 предприятия. Без них мы же вообще немыслимо, наша жизнь. Они делают ее счастливее, комфортнее, удобнее. Потому что сфера бытового обслуживания населения, она реально для населения. Это самая разнопрофильная, многогранная сфера деятельности. У нас как раз сфера бытового обслуживания, она всегда оказывает эту помощь спонсорскую. Ну, однозначно могу сказать, да, 22 парикмахерских в течение прошлого года обслуживали на безвозмездной основе социально незащищенные слои населения. Это было 555 человек, на сумму где-то 170 тысяч они обслуживали. В числе награжденных в этот день Марина Кирюхина, Виктория Костарева, спортные женской одежды, Елена Михайлова, мастер-парикмахер и многие другие. Профессиональный праздник ваш – это наше настроение, это наше благополучие, это наше здоровье в конце концов и, так сказать, все, что окружает нашу жизнь. Разрешите вручить по поручению председателя Думы почетную грамоту вам с праздником. С каждым здоровьем. Порядка двух десятков человек ушли с приема главы округа с заслуженными грамотами, письмами, ценными подарками и хорошим настроением. Ирина Анциферова, Денис Болтов, Светлана, Нурик, Городские новости. Таня, жалоба есть на дорогу? Слабо. Ну, слава Богу. Так, кардиограмма прекрасная. Посмотрим ваше давление, что мы тут намерили. Давление ваше прекрасное. С этим мы и пойдем дальше по жизни. В городской больнице номер два идет процесс диспансеризации. Ее цель – выявить ранние признаки целого ряда хронических неинфекционных заболеваний. Таких как атеросклероз, артериальная гипертония, сахарный диабет, онкопатология. А также определить факторы риска. Ведь медицинская статистика неумолима. 70% хронических заболеваний держатся на трех китах. Курении, избыточном весе и малоподвижном образе жизни. Очень многие вообще не представляют, что у них избыточная масса тела. Ну совершенно, ну хорошо упитанный молодой человек, у которого 10, 15, 20 килограмм лишнего веса. Вот как раз для них очень важно, это диспансеризационный процесс. Мы выявляем фактор и говорим, слушай, ты далеко зайдешь, тебе есть необходимость сейчас подумать о себе, чтобы потом не ходить, выписывать себе лекарства. Следующий момент, значит, мы выявляем в момент прохождения диспансеризации так называемой дислепидемии. То есть это нарушение холестеринового обмена, атеросклероз. Ведь он же не моментально появляется, нужно время. Но это время проходит на фоне повышенного уровня холестерина в крови. И если человек о нем не знает, живет спокойно, никаких мер не принимает. Но если мы выявили этот признак, то можем ему указать, можем внести коррекции в его режим питания, продукты, которые он потребляет, в образ жизни. И, соответственно, снизить холестерин и уменьшить, а может быть, вообще предотвратить угрозу развития атеросклероза. Первый диспансерный осмотр включает в себя максимум профилактических исследований. Пациент проходит осмотр терапевта, антропометрию, где доктор фиксирует рост, вес, объем талии, измеряет индекс массы тела. Далее измеряется артериальное давление. На месте проводятся клинические и биохимические анализы крови, анализ мочи. Также пациент получает направление на УЗИ-диагностику, флюорографию, а женщины – и на маммографию. По итогам осмотра можно узнать результаты. Если они неудовлетворительны, то для человека наступает второй этап диспансеризации. Он включает более углубленные обследования на выявление проблемы и консультацию узких специалистов. Диспансеризацию проходят один раз в три года. Если хотите узнать, подходите ли вы по возрасту к диспансеризации, возьмите 21 год и прибавляйте по три года, пока не доберетесь до своего возраста. Возрастом считается календарный год, в котором человеку исполняется определенный возраст. В рамках диспансеризации доктор не только ставит диагноз, но и дает рекомендации, как дальше оставаться молодым и здоровым. Если в этом году вы не попадаете под диспансеризацию, можно пройти обычный профилактический осмотр, который проводится раз в два года. Он несколько меньше по объему, чем полный объем диспансеризации, но тоже весьма значительный. Значит, та же самая антропометрия, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления, холестерин, глюкоза, флюорограмма, маммография. То есть, почти тот же самый набор. Поэтому, если даже вы не попали в диспансерный возраст, приходите, пройдете у нас профосмотр. Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Денис Болтов, Светлана Нурик. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчины находились на территории Российской Федерации более разрешенного срока пребывания, уклоняясь от своевременного выезда из России по истечении срока. По фактам несоблюдения миграционного законодательства составлено семь административных протоколов по статье «Нарушение иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию». Судом назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Правонарушители помещены в Центр временного содержания для иностранных граждан.